Красота уже спасает мир. Хомички раскупают календари с полуобнаженными пожарными. Спасатели Топлис демонстрируют свои мускулы. Для чего они решились на такую горячую фотосессию, узнала моя коллега Юлия Боброва. Этой встречи, видимо, оказалось мало, и она встретилась с другими мужчинами, которые зарабатывают на своем теле. Не переживайте, все в рамках приличия. Ветреный парень. Так называет свой стиль один из самых популярных стриптизеров в Омске. Александр Джокер. Откровенными выступлениями он зарабатывает около 100 тысяч рублей в месяц. Инженер по образованию в стрип-холл хотел устроиться официантом, но случайно оказался на кастинге и также случайно прошел его. И не жалеет. Своей работой он гордится. Это не фрик-шоу, это именно шоу красивого парня. Это стриптиз от него. Это его работа, его творение. Именно то, что он может показать. Если ты красивый, хорошо выглядишь, хорошо оделся, хорошо разговариваешь, вкусно пахнешь, но ты приехал и не умеешь танцевать, опять же ты проиграл. Здесь все важно. Владимир Соколов – лицо с обложки. Глянцевые журналы, рекламные ролики, подиум. Уверен, что работа модели только на первый взгляд кажется легкой. Порой после изнурительных фотосессий или съемок сил хватает только добраться домой. Говорит, большинство мужчин в России к своему внешнему виду относятся пренебрежительно. Да и производители одежды их не балуют. У нас шьют не на высоких парней, а больше на низких парней. И иногда бывает такое, что не попадаешь. Рукава там слишком короткие и прочее. А если говорить о Европе или, допустим, Азии, то там всегда в моде высокие парни. Главное – это не перекачиваться. А вот Петру Кривенко без крепких мышц не обойтись. Вместо завода он пошел в фитнес-центр. На своего персонального тренера равняются десятки его клиентов. Спорт пришел как бы по зову сердца, так сказать, может, души. Постоянно увлекаюсь спортом, веду активный образ жизни. То есть стараюсь. А по образованию я сварщик. Тренер, прежде чем что-то давать своему клиенту, он это должен сделать сам. Красота мотивирует, удивляет, доставляет эстетическое удовольствие и спасает мир. Как вот эти мужчины. Это не модели, а обычные омские пожарные. Этот горячий календарь на расхват у амичек. Я не удержалась и тоже купила. Вдруг не достанется. Тираж ограниченный. Сначала омские пожарные хотели подарить календарь только женам и подругам. А потом узнали, такие же проекты делали в Австралии и Франции. Амичи решились опубликовать снимки и взорвали омский интернет. В календаре идет и агитация пропаганда против пожара, мир против пожарной безопасности. Ну и, соответственно, здоровый образ жизни. Многие отзывы в интернете пишут, вот ребята, молодцы, классно выглядят. Впрочем, омские спасатели разделись не ради славы. Вырученные от продаж календаря деньги отправят в детское ожоговое отделение больницы скорой помощи. Пожарные надеются, это поможет спасти чью-то жизнь. Юлия Боброва, Александр Лысак, Александр Рябуха, Евгений Слепов. Омск. Здесь.